Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Жители Новосергиевского района жалуются на ухудшение экологии из-за нефтяников. В больницах Оренбуржья объявили карантин. Самый большой батутный парк Оренбурга общественники признали небезопасным. На сцене театра мускомедии поставят бродвейский мюзикл. Об этих и других новостях далее в выпуске. Стало известно имя нового министра промышленности и энергетики Оренбургской области. Ведомство возглавил Андрей Бородин. Отмечу, что в декабре на должность министра был объявлен конкурс. На пост претендовало более 40 человек, которые написали и представили концепции развития региона. Из финалистов выбирал губернатор. Ранее Андрей Бородин возглавлял завод хромовых соединений в Новотроицке и до этого занимался бизнесом. Чиновник родом из Башкирии в 2016 году принимал участие в выборах депутатов ЗАКСО Баренбуржья, но мандата так и не получил. Напомню, Министерство промышленности и энергетики появилось в Оренбуржье после реформы правительства, которую организовал губернатор Денис Паслер. Промышленность таким образом исключили из ведомства Министерства экономразвития. ОРВИ не отступает. В больницах Оренбуржья объявили карантин, в школах продлили на неопределенный срок. В учреждения здравоохранения ввели усиленный санитарно-эпидемиологический режим. Доступ посетителей к пациентам прекращен, запрещены посещения в роддомах. К врачам введен раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями. Кроме этого, ограничена плановая госпитализация. Меры действуют до особого распоряжения. В школах области карантин продлили до 16 февраля. В городских дату начала посещения занятий пока не определили. Жители поселка Кувай Новосергиевского района считают, что нефтяные вышки возле населенного пункта отрицательно влияют на экологию и их здоровье. Об этом они не раз сообщали главе поселкового совета, но не были услышаны. Нефтяные вышки на территории поселка Кувай Новосергиевского района начали устанавливать с 2017 года. По закону нефтяники перед соответствующими работами обязаны провести общественные слушания. После проверок местными депутатами документации оказалось, что протоколы о проведении слушаний есть, а по факту собрания, возможно, не проводились. Предыдущие слушания, результаты которых вывешены на сайте администрации, никто вспомнить не может. Как это в протоколах были люди, количество определенное, проголосовали единогласно. И никто не может найти этих волшебных людей, которые проголосовали за то, чтобы там были уже вышки. Это в 2017, 2018, 2019 году. Поселок Кувай – небольшой населенный пункт. В нем проживают около тысячи человек. Местные жители хорошо друг друга знают. Ходили на другой день после слушания к Виктору Николаевичу и попросили назвать людей, дать список, которые голосовали за установку этих скважин. Он нам ответил отказом, что такого списка нет. Я говорю, назовите хотя бы устно. Тоже никакого ответа не последовало. 14 января администрация снова организовала общественные слушания, о которых, по словам местных жителей, они узнали из одной газеты. На сайте администрации информации не было. А секретаря отправляли звонящих искать объявления именно там. На слушание пришло очень много людей, более ста человек находилось в тот момент там. Были возмущения по поводу этих слушаний, по поводу этих нефтяных скважин. Не хотим, чтобы эта нефть здесь добывалась, она нам не нужна. У нас колхоз развалился, и мы хотим хотя бы дожить уже просто в нормальной чистой экологической обстановке. Мы всю жизнь прожили. Был чистый, свежий воздух. Я еще молодой. Вот у меня губы отцандярили. Онкология. Это ладно, она здесь выстрелила, а все где-то внутри. В этих возмущениях на общественных слушаниях активно участвовал Геннадий Карпушкин, почетный ветеран труда поселка. За это на него Виктор Евстратьев, глава поселкового совета, подал в суд. В своем выступлении я сказал, что тебе положили на лапу деньги. Не один я так говорил. Из зала кричали, что ты деньги берешь, ты машину купил. Ну, оформил, что я оскорбил его, значит, унизил его достоинства и все. Ну, конечно, я понимаю, что он руководитель, и такого делать нельзя. Но что случилось, то случилось. Назад не возьмешь. 17 февраля в поселке Кувай состоится повторное собрание жителей с представителями ООО «Газпромнефть Оренбург». Съемочная группа ЮТВ будет присутствовать. Смотрите сюжет в следующий вторник. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. В рейтинге по доступности бензина Оренбуржье находится на 50-м месте. Лидеров аутсайдеров определили эксперты агентства «Риарейтинг». В рамках исследования эксперты определили, сколько топлива можно купить на среднемесячную зарплату в разных регионах. Доступнее всего бензин в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 2000 литров 92-го в месяц. На втором и третьем местах Москва и Ненецкий автономный округ. Самый недоступный бензин в Карачаево-Черкесии. 525 литров на среднемесячную зарплату. В Оренбурге 673 литра. Член общественной палаты Владимир Беребин обратил внимание журналистов на памятник Чкалову на Советской. Постамент находится в сомнительном состоянии. Есть опасения, что он повторит судьбу памятника Ленину. Владимир Беребин обратил внимание на состояние памятника в декабре прошлого года. Журналист заметил, что с торца на постаменте появился потек. Невооруженным взглядом видно, что памятник требует осмотра и изучения профессионалов. Я написал в инспекцию по государственной охране памятников. Выяснилось, что с 2016 года управление по государственной охране памятников, тогда оно было в структурном подразделении Министерства культуры, памятник был признан находящимся в неудовлетворительном состоянии. Инспекция по сохранению памятников комментировать для телеканала отказалась, предоставив информацию в электронном виде. В 2016 году ведомство выдало предписание собственнику памятника, Росимуществу, о необходимости проведения ремонтных работ. А в 2017 году инспекция продлила предписание до конца 2020 года. Денег на ремонт этого памятника как не было, так и нет. Не дай бог повторится судьба маленького Ленина. У него отстояла штукатурка, и штыри, на которых держался памятник, они были в великолепном состоянии. Когда их спиливали, просто там искры летели во все стороны. Обследования не было, и памятника мы лишились. Памятник выдающемуся советскому летчику появился в областном центре в 1953 году. Правительство СССР в честь за именование 50-летия со дня рождения Валерия Павловича вознамерилось возвести ему памятник возле Курского вокзала в Москве. Правительство внимательно осмотрело памятник. Сталин сказал такую фразу. Мы знали Чикалова лично. Это не Чикалов. Было принято решение установить памятник в Оренбурге, тогда в Чикалове. Скульптура в город прибыла, а пьедестал из красного гранита вовремя не доставили. Вместо него был применен бетон и штукатурка, отделанная под серый гранит. Оригинальный семиметровый пьедестал потом применили для плит в парке 4 апреля. По словам архитектора, вполне естественно, что такая конструкция через 70 лет может дать первые трещины. Скульптуру удалось передать движение. Там видно душевное состояние героя. Герой только окончил полет. Вот он остановился в такой позе хиазма. Это упор на одну ногу, а другая нога расслаблена. Лицо героя направлено в сторону улицы Советской. А вообще всем телом он повернулся к летному училищу бывшему по Советской 1. Как бы показывает свое душевное расположение к этому объекту. С официальным запросом мы обратились в Росимущество. Новые подробности о состоянии памятника мы обязательно сообщим. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, Никита Плотников. Городской телеканал ЮТВ. Самый большой батутный парк Оренбурга общественники признали небезопасным. По их словам, маты изношены, а пружины оголены. Какие еще нарушения нашли в ходе проверки, расскажем в материале. По результатам проверки батутных парков общественники признали небезопасным самый большой центр в Оренбурге – отрыв. По словам координатора молодежки Общероссийского народного фронта Евгения Пущаева, о безопасном времяпрепровождении в батутном центре не может быть и речи. Запасные выходы закрыты на ключ, огнетушитель давно просрочен, маты изношены, а в некоторых местах оголены пружины. Сетка в этом батутном парке натянута на углообразных железяках, так скажем, уголках. И половина батутного парка, эти железяки окутаны, что-то типа поролона. А вторая часть – просто металл. Расстояние от этого уголка до человека, который прыгает, меньше полуметра. Любой батут – это растяжение. То есть они на каких-то, я так понимаю, крюках должны быть и так далее. Наличие крюков, все ли они там. Данные крюки могли бы сломались, еще что-то. Проводится замена, не проводится, мы не можем это посмотреть. Отмечу, что батутный парк «Отрыв» входит в федеральную сеть развлекательных центров, а главный офис компании находится в Екатеринбурге. Руководство полностью снимает с себя ответственность за несчастные случаи, ведь каждый посетитель подписывает расписку об отсутствии претензий. В январе 2019-го в этом же батутном парке один из сотрудников получил открытый перелом голени. Мастер спорта по прыжкам на батуте Олег Шарихин, выполняя один из трюков, попал в западню между сеткой и щитком. Руководитель батутного центра «Отрыв» до сих пор отказывается признавать травму производственной, а также оплатить расходы на лечение. Я общался с юристом, который представляет интересы этой организации. Она мне ответила так, что поскольку вы у нас совместитель, то мы не имеем права вам никаких выплат проводить, в том числе и больничного, ну, вроде как ничего вам не должны. Администрация батутного центра на контакт что с общественниками, что с бывшим сотрудником идти отказывается. Сейчас активисты направили обращение в правоохранительные органы. В рамках всероссийской акции «Безопасность детства» будут проверены все батутные центры Оренбурга. В администрации батутного парка отрыв от комментариев отказались. Проблемы экологии, сельхозпроизводства и гуманитарных наук обсудили в Оренбурге в рамках празднования Дня российской науки. Авторы исследований по этим темам были награждены губернаторской премией. С одной из них пообщались и наши корреспонденты. Месяцы трудов и награды – 62,5 тысячи рублей. Премию в таком размере, признаются авторы исследований, многие получают впервые. Среди них и доктор экономических наук Ольга Калиева. Ее проект «Маркетинговое управление брендом территории» рассказывает, как можно привлечь инвестиции на развитие нашего региона. Именно облагородить его с точки зрения природных ресурсов. Территория представляет из себя объект, который необходимо использовать все его ресурсы для получения благ. Благ как непосредственно потребителям территории, так и промышленникам, которые здесь у нас представлены. К слову, всего 58 лауреатов премии. Труды одних индивидуальные, а других – коллективные работы. А в составе авторов – кандидат педагогических наук Любовь Акимова создала работу, которая включила принципы воспитания современного педагога. Сегодня осмысление того, кто такой современный педагог, каким он должен быть, нужен ли специальный кодекс педагога, это тоже обсуждается. То есть, имеет ли педагог право на свою личную жизнь и на активность в соцсетях и так далее. По мнению кандидата науку, у учителя нет отличия между личным и профессиональным. Ненормирован рабочий день, педагог продолжает решать рабочие проблемы и дома, а в кругу семьи продумывать ход уроков, уточняет Любовь Акимова. Именно качество личности, которое необходимо сегодня в современном обществе для его саморазвития, для саморазвития нашего государства – это тот фокус, на который должны быть направлены усилия всего педагогического сообщества. Также Любовь Александровна отметила, что не смогла бы получить награду без помощи коллег. Научный труд – это и командная работа. По словам Дениса Паслера, в регионе кандидаты наук – это 1406 человек, а доктора наук – 302 человека. Екатерина Танкопей, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. На сцене Оренбургского театра музыкальной комедии поставят бродвейский мюзикл. Постановщики из труппа современного танца «Компани И» отобрали артистов для шоу, из актеров театра, а также студентов колледжа, института искусств. Как прошли кастинги, расскажут мои коллеги. Труппа «Компани И» поставит бродвейский мюзикл на сцене театра музыкомедии с участием оренбургских артистов. Сценарий создадут прямо на сцене, исходя из данных актеров, прошедших кастинг. По словам музыкального директора Амакейлы Гастон, концепцией станет оренбургская «Золушка». Сразу после кастингов участники приступили к репетициям, ведь американские постановщики пробудут в Оренбурге всего пять дней, а вернутся лишь ближе к премьере. Выбрала песню «Марин Сурис», песню «Роскинбол». Выбрала, потому что она мне по душе. Более чувственная песня, как раз для моего характера, для моего голоса. Я сейчас занимаюсь профессионально, но за полгода думаю, пойдет. Не то чтобы сложно, просто волнительно, потому что непростые люди, даже не русские. Я даже удивилась от себя, что могу прям так выложиться. Проект «Бродвей Баунд» является сборником лучших песен из известных бродвейских постановок, таких как «Витцайская история», «Чикаго» и другие. Как жанр мюзикл зародился именно в Нью-Йорке «Сердце Бродвея». Разность в постановках американского и европейского мюзикла можно заметить и на начальных этапах. Бродвейский театр отличается экспрессией, артистичностью. Огромное значение придается хореографии. Безумная экспрессия у Запада. Очень все быстро и качественно. Они более подготовлены, я считаю. Тело свое больше тренируют. У нас, да, чуть-чуть все помедленнее. Общение с представителями моей профессии Запада – это нереальный опыт. Премьера Бродвейской Оренбургской «Золушки» запланирована на май. Руководство мюзкомедии надеются открыть ежегодный фестиваль «Гостиный двор» именно этим мюзиклом. Шоу, поставленное артистами трупа современного танца «Компани И» смогут увидеть все оренбуржцы, ведь оно останется в репертуаре театра еще надолго. Анастасия Клесова, Федор Бородатский и городской телеканал ЮТВ. В Орске спустя три месяца реконструкции открылся обновленный центральный офис Уфанет. Сотрудники компании встретили первых посетителей с праздничным размахом. Оценила офисы наша съемочная группа. Сегодня в Орске около 30 тысяч довольных абонентов Уфанет. Каждый желающий может узнать о услугах компании в одном из трех офисов. Лицом Уфанета в Орске, конечно, является центральный, который празднично открылся после модернизации. Специалисты отметили новоселье праздником для всех гостей. Украсили офис воздушными шарами и апельсинами. Очень красивый, замечательный офис. Лучше, чем прежний. Он необычно выглядит, празднично, приподнят. Приятно было смотреть на персонал вежливый, отзывчивый. Качество связи, качество интернета в разы, в разы лучше. Оперативная работа с персоналом в случае каких-то проблемных вопросов, которые, допустим, круглосуточный оператор работает, молниеносно устраняются все ошибки, какие-то недочеты, зависы. Молниеносно решается. И очень приятно работать, когда есть обратная связь, и тебя слышат и понимают. Нам было важно реконструировать офис так, чтобы каждому входящему сюда человеку было интересно, комфортно, уютно, удобно, чтобы он получил максимум необходимой ему информации. Чтобы яркие краски нашего офиса дарили человеку радость, чтобы он, уходя от нас, ощутил частичку счастья. Самым большим преимуществом модернизации стала интерактивность. Большинство услуг, которые предоставляет компания, можно увидеть в действии прямо в обновленном офисе на улице Краматорской, 4Б. Алексей Чернов, Елена Понюгова, Илья Рябов, Городского телеканала ЮТВ. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте utv.ru, а также в нашем мобильном приложении у FANET TV, которое вы можете скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok